Австралия, Ирландия, Португалия, Марокко, Россия. Всего более 80 стран. Волтхиллс, пожалуй, самый масштабный чемпионат рабочих профессий во всем мире. Совсем недавно в России завершились региональные и окружные этапы. Сейчас лучшие из лучших соревнуются за право участия в финале 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы-2019». Он пройдет в Казани с 22 по 24 мая. Разные регионы, отборочные испытания, разные компетенции. Например, в нашей республике соревнуются участники направления «Поварское дело». На 9 дней столица Чувашии превратилась в одну большую кухню. Представители 69 регионов нашей страны каждый день готовили разные конкурсные блюда. Принимать участие интересно. Новые навыки получать, знания на международном уровне. Всегда готовила дома, было интересно. Готовить именно по рецептуре было интересно. Поэтому пошла. Задача участников – приготовить три блюда. Холодную закуску, рулет из птицы, консомей с курицей с индивидуальным гарниром из теста собственного приготовления и десерт-эклер. На все про все им дается пять часов. В принципе, все основные технологические операции у меня были проведены в первые три часа. Потом за полчаса до каждой подачи я лишь отдавала. Собирала и отдавала блюда. И все. Чтобы блюдо получилось идеальным, участники его обязательно пробуют. Все, что я готовила, я все лично пробовала. Все было очень вкусно. Нужно пробовать, потому что я пересолил, недосолил. Все эти недочеты очень сильно сказываются на полной композиции блюда. И получается полная несуразица, если не попробовать. Компетенция «Поварское дело» – одна из самых вкусных на чемпионате. Она требует больших затрат с принимающей стороны. Всех участников нужно разместить, подготовить современное оборудование. Не каждый регион готов пойти на это. Наша республика уже несколько лет вплотную занимается поддержкой рабочих профессий. В Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции чемпионат такого уровня проводится уже второй раз. Такой большой шаг, за что мы очень благодарны, потому что этот колледж показывает результаты всегда в компетенции. То есть участник международного чемпионата был воспитан в этом колледже. В прошлом году участница вышла на нацифиналы. В принципе, вообще в Чувашской республике хочу отличить. Даже когда в прошлом году была саудитов на площадках, то есть очень хорошая подготовка. И регион действительно вкладывается в образование, видно, и вкладывается именно в педагогах, чтобы их обучать. И чтобы был высокий уровень подготовки студентов. Готовиться к чемпионату участники начинают заранее. За несколько недель узнают задания и приступают к планированию своего меню. За день до отборочных открывается так называемый черный ящик. В нем находится неизвестный продукт. Его-то участники должны интегрировать в свое меню. Все это влияет на итоговый результат. Работу в боксе оцениваем и санитарию, и как они выстраивают работу в боксе, какие технологии используют. По холодильнику, по товарно-соседству смотрим. Результат работы оценивается как и масса блюда, так и температура тарелки. Все ли ингредиенты положили в тарелку, использовали ли обязательно черный ящик, то есть неизвестный продукт. Потом рассматриваем вкусовую палитру, цветовую, гамму и так далее. При оценке эксперты обращают внимание буквально на всем, даже на внешний вид участника. Так черный фартук повара надевают во время приготовления модулей, белый – на подачу и сервировку. Здесь все строго, отклонения штрафуются. Жюри внимательно следит и за весом каждого блюда. Например, десерт должен весить ровно 200 грамм. Это два эклера вместе с кремом и декоративным элементом. Кстати, каждое блюдо участники готовят в трех порциях – два на дегустацию, одно на выставку. Задание прописано таким образом, что мы не указываем, какое блюдо именно он должен приготовить, а как своего рода макет. И он уже, соответственно, участник разрабатывает свое какое-то авторское блюдо, которое он будет подавать. Задание выстроено так, что даже специалист-профессионал не сможет максимально выполнить его на 100 баллов. То есть очень высокая рамка. Так появляются и авторские блюда. Например, участник Забайкальского края Вран Кочарян придумал новый рецепт крема для своего десерта. Глазированный эклер с заварным кремом лимонным. Это авторский крем, декоративный элемент из мастики, шоколадный рисунок, белый шоколад. Этот крем, как бы я не знаю, я начал просто пробовать, и он у меня получился. Потом он всем понравился туда-сюда, и я решил его сюда, как бы. Чуашию на отборочных испытаниях представляет Даниил Кван. Он настолько вдохновился достижением нашего чемпиона, призера 43-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Competition 2015 Александра Ганяшвили, что решил непременно повторить его успех. Для этого он практиковался два года. Даниил помимо кулинарии увлекается грибным слаломом и считает, что именно спорт помогает ему готовить, выдерживать нужный темп, что очень важно для чемпионата. Сложностей вроде никаких нет, потому что долгие тренировки, много усилий было. Думаю, помешать ничто не сможет. У меня сейчас главная цель – это победить и пройти в национальный финал. Для меня это честь выступать за Чуашию. Более 370 часов кропотливой работы позади. Теперь участникам остается только ждать результатов. Окончательный состав национальной сборной по компетенции «Поварское дело» станет известен в конце апреля, как только завершатся отборочные чемпионаты по другим направлениям. На бессе Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции параллельно тренируется национальная сборная «Волдскилз» по компетенции «Конзитерское дело». Отборочные испытания прошли в середине марта в Санкт-Петербурге, ну а сейчас ребята активно готовятся к мировому первенству. Мы выбрали, потому что нас все устраивает. И на самом деле, в общем-то, можно сказать, что на сегодняшний день это лучшая площадка, где хорошо спланировано расставлено оборудование, как нам нужно, то есть боксами, затем все есть необходимые виды оборудования, затем, значит, подсобные помещения, то есть площадка сделана очень качественно, всем оснащена необходимым. И на сегодняшний день это вот пока лучшее место, где можно нам тренироваться. В Чувашской Республике очень много сделано для развития системы среднего профессионального образования. И в своем послании еще глава Чувашской Республики сказал, что надо сделать так, чтобы наше профессиональное образование стало действительно подготовкой кузнец для подготовки кадров здесь для ведущих предприятий Чувашской Республики. И за последние годы около 7 миллиардов рублей было вложено из всех уровней в развитие материально-технической базы наших учреждений среднего профессионального образования. Чебоксары, Москва, Санкт-Петербург, Якутск. Именно в этих городах живут лучшие кондитеры нашей страны. Пять кулинаров сейчас сформировали расширенную сборную России по кондитерскому делу. На тренировки чемпионы ходят как на работу. Пять дней в неделю с утра до вечера. И так вплоть до начала первенства. Торты, конфеты, скульптуры из карамели, шоколада и мастики. Пока задание первенства неизвестно, поэтому кулинары оттачивают мастерство во всех сладких направлениях. Все модули сложные, но мы тренируемся. Мы хотим достичь результата, добиться успеха. Хорошо выступить на мировом чемпионате. Кондитерское дело – это искусство, ювелирные работы. Ты можешь творить, можешь придумывать, можешь собирать из того же самого шоколада высокие, большие скульптуры. Находясь вообще в национальной сборной, это уже ответственность не только за республику, но и за саму Россию. В итоге представлять Россию на мировом первенстве будет лишь один кондитер. Его имя пока неизвестно. Экспертам предстоит нелегкий выбор, ведь наш представитель должен не только быть лучшим в кулинарном деле, но и обладать с крепкими нервами. Будет обращаться внимание на все моменты. То есть будем выбирать, кто сможет физически, эмоционально, профессионально выстоять в этом непростом вообще чемпионате. На самом деле очень сложно. Нагрузка же психологическая увеличится, потому что у нас в стране будет очень много болельщиков, которые будут кричать «Ну что, давай не подведи их». То есть, да, это на самом деле история достаточно сложная, и нужно быть готовым. Мировой чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills на этот раз пройдет в Казани. Столица Татарстана соберет молодых профессионалов из более чем 60 стран мира. От столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники. Сражаться за звание лучших участники будут по 56 компетенциям. С 22 по 27 августа весь мир затаит дыхание, чтобы узнать имена чемпионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова